В высоком уровне. Именно один стейр стреляет очень хорошо. Ну, мы можем прыгнуть на карту уже. Посмотреть как раз, как ребята. Разминка готова, погнали смотреть разминочку. Вармапиться там. Ну, по поводу стрельбы, не знаю. Ты говоришь, что стейр есть, а там есть и хантер, и полтинник. Да, да, да. То есть, если вот прям так делать сравнение в целом, общую стрельбу команды, то инсилио поинтереснее стреляет, да. И кассел как-то вроде получше чуть-чуть именно с авиком смотрелся, чем кселу. Да, ну именно с авиком да, а в целом-то нет. Ну да. Ну, оверпасс-то авп-карта. Посмотрим. Я думаю, что ксел сможет раскрыться на этой карте сегодня. Потому что, как бы, у него летит нормально, просто главное правильный поинт занимать. Да и в целом, знаешь, снайперам можно не полагаться на стрельбу, а просто брать поинт, где прицел особо не нужно перемещать. Вот и все. Да. О, уже начало матча у нас. Начинается наша первая пистолетка на второй карте оверпассе, и вот винрейт пистолетных раундов за последние три месяца данных коллективов. 36% у инсилио и 40% у спраун. Да, видимо, один набор гранат у кселу. А там, посмотри, две хэшки, киты и флешка. У нас в закупе у инсилио. И что же они будут делать? Отправляются они 4А, нет, 3А, 2Б. Две хэшки звучат хайпово. Куда они полетят, интересно? Хантер скидывает хэшку для даты. Видимо, будет хэшка вода. По какой-то информации накидываться. Или в плент? На бомбу? Возможно, как вариант. Потому что вода уже прошла. Уже хэшки позновато кидать. На воду. Я думаю, это в плент будет. Бомба будет ставиться. Посмотри, Ланукс просто летит плюс В на АБЦ. Ловит хэдшот. Хантер хорош. Не впустил врагов в позицию. Правда, упал. И теперь даты нужно как-то... Он прокидывает хэшку. Взрывает кселу. Он не дал поставить бомбу. Вот это уже видно заготовочку. Да, это прикольно. Рэйчел, молодец, потянул. Он серьезно сказал бы так. Парни, на преследке есть такой вот интересный раунд. Я не думаю, что это Рэйчел задумка. Да, вдруг. Ну, возможно, все. Такие задумки, мне кажется, не на фейссе рождаются, если честно. У тех, кто шпилит по 10 тысяч мемов фейсс. Да. Ну, посмотрим. Ситуация 3 в 4. Ребят, вот опять в обыченстве. Надо просто дожать. Ты представляешь, что делают справа? Вот они подсаживаются в хэвен. Пальтиньо это прочитал, но получил хэдшот. Неприятно, неприятно. Да. Размен дал. Зефон забивает Кассела. Важный дуэль между Пипом и Стеером. Правильно. Зефота убил еще и Дарте. Последний остался Пип. Стеер лоу хэповый. Да. И просто... Ну, тут такая позиция с глаком, что... Тут видишь, Зефон пришел на хэвпу. Не стал ставить бомба, просто пришел на хэвпу. Пипа убили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это опять, ну... Снова, да, большинство не доигрывается. Четыре в три. Да, да, да. Ну, хорошее решение от Спраут. Было прикольно подсадиться в девять на неждан. Не ставить бомбу, не отходить. Ну и потом Зефон на стрельбе двоих перестрелял. Тоже момент важный. То есть, как бы... Фактор стрельбы сработал. Вот, я сказал про Стеера, да, что он хорошо стреляет. А про Зефона не сказал. Зефон тоже хорошо стреляет в Спраут. Кэфчики, друзья, на карту. 4.5 на инсирио. 1.17 на Спраут. Не забывайте про то, что на бедбол не только самые вкусные кэфы, но и 100% бонуса на ваш первый депозит по промокоду Freedom. Чуть зафайлил флажечку у нас. Стеер. Ну, 4 кафика смотрится вкусно. Ну, как бы, да. Но шансов, честно говоря, мало. Вот, реально, даю 25% на то, что инсирио заберет оверпасс. Не более. Поэтому и кэф, соответствующие, 4 на них. То есть, как бы, мое мнение совпадает с букмекером. Да. А ты как считаешь? Ну, не знаю, не знаю. Сколько процентов бы дал на победу инсирио на этой карте? Процентов 35, наверное. Даже так много? Вау. Угу. Ну, все-таки, говорю, карта на стрельбу. И, как по мне, ребята на стрельбу. Ну, неплохо стреляют. Как будто бы могут. Так, пип. Вот так у него происходит. Но лаунг свершит ему хэдшот. И уже энтри за спраут. Стакают инсирио на пленту. Все, кроме Хантера. Хантер на инфу набоиграет. Но сейчас и Хантер пойдет на ротацию. А смогут ли ребята тут принять? Вау скаут. Вау скаут стоит. Да, но в целом-то угадывают, ребята. Да, ты падает. Да, ты падает. Скауты отзонены. Балтинио забрали. Это вот золотая классика. Как говорится, угадать мало. Еще и убить. Да, да. Зефон пушит банк. Это читается. Его ожидает Кассел. Кассел надо попадать. Кассел попал, но не в голову. И по итогу Зефон просто ушел. Да, есть инфа по Хантеру. Не станет без сюрпризов. И посмотри, как грамотно играет справа. Просто уходит на дистанцию. Против Мак-10 и Дегла. Да? А зачем он им нужен? Там еще сидит в половых Селлу. Который не против подфармить. 600 долларов за килл. За спины заходит. Нет, Хантера сейчас должны забирать. Хантер убивает Кселлу. Забирает еще и Альфу, но правда на бомбе он взорвется. Но все равно нафидели его формилкой. Да. Заработал Хантер 1200 долларов за эти два убийства. Ты посмотри, сколько у него. 3 600 в итоге. Неплохо, неплохо. Тем не менее, Инсилио отправляется на эко-раунд. Уже серия для Спраута у нас наблюдается из трех, скорее всего. Если, конечно, Инсилио не сделает какой-то гениальный колл и не выиграет свой эко-раунд. Но вообще знаешь, что нужно Инсилио сделать? Реально. Просто взять баночку Торнадо. Открыть ее. Прямо так. Взять, открыть. Заводриться и начать тащить. Да. Надо бы, надо бы, ребят. Надо бы подсобрать раму. А то вот опять на вертик за сильную сторону не смогли, а за слабую начали камбетчить. Так вот, может, за сильную сторону сразу собрать раму с первого закупа и понеслась. И потом в атаке просто дожать. Ну, посмотрим. Спруты, конечно... Лан-то хороший. Да, но Спруты уже сейчас возьму. Три. И это хороший задел. Это очень хороший задел на оверпассе. Потому что на оверпассе эти 6 раз 7 раундов хватает в атаке. Ай, там Хьешки им никуда откинули. Ну, в общем-то, Лаунгс обезвредил Капкан. Который установил Хантер команда. Собрал еще и Лаунгс Датте. Я думаю, понимают Спраут, что это, скорее всего, стэк на бпленту. Поэтому именно фармики расщикивают бплент. Пытаются как-то под килл сыграть. Тяжело. Очень тяжело. Вся команда пришла фармить фраги. Конечно, за это польт и пипт вы их доказали. Тем не менее, погибли. Да, все надежно для Спраут. И 3-0 у нас становится. Да, я ведь. Лучше дверку открыть. Лучше на G-шку выкидывать, Ганн, всегда, когда ты поднимаешь. Ну да. Чем на E-шку пытаться его поднять вручную. Так, ну что, 3-0 и первый девайсный. Давайте смотреть чатик. У Кассела появляется АВП. Бай максимально комфортный для Инсилио. Для этого и делался форсбай, чтобы на первом девайсе купить и утилити, и АВП, и киты. В общем, все, что душе угодно. Я так думаю, Айвик у нас скидывал Хантр. Кассел дал ему эмочку. Да, 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 конечно, конечно. Ну что, Инсилио, надо сразу, если они проигрывают первый байраунд, там счет уже будет 5-0, и, ну, я уже не верю тогда в такой оверпасс. А в какой-то оверпасс верь? Что они прямо сейчас начнут брать раунды. Серию раундов сделают примерно 7-3, потом могут позволить... 7-3, вот это ты, конечно, захотел. Не-не, потом могут позволить себе отдать один раунд, 7-4, потом еще берут до 10 серию, и вот 10-4, и ты смотришь, думаешь, вот это кайф. Ну ты хочешь легкую периоду для Инсилио на этой карте. Ну, не легкую, но, я говорю, есть Спраутс, Токенберт в атаке, та, Кассел, хороший энтрик у нас. Выиграл снайперскую дуэль против Кселу, или Кселу был не Савиком? А я не обратил внимания. Но он погибал в предыдущем раунде. Мог стрёмно не взять. А, да, был Савиком, он Зефон поднял ОВП. То есть это была выигранная снайперская дуэль для Кассела. Это то, о чем ты и говорил, как снайпер Кассел сильнее, чем Кселу. Да, хотя, опять же, именно в прутах Кселу как-то просел. Я помню другого Кселу, который просто мог в соло уничтожить карту. Да, есть такое, есть такое. Когда он играл за Nexus, просто в соло уничтожение делал на картах. Так. И поставится. Прострельщики летят. Конечно, полетело Кассел жить. Прикрывает пип тиммейта. Но постарается под лаунг со красного. Так, потому что ситуация была 3 в 5 в моменте. Ну да. 4 в 3. Ну, ребят, нет. Нет, если такое отдать, то нет. Польт. Че, какая длину. Ой, ну Польт, ну как-то так. Один хит-то можно было лаунг судать. Польт полетел на карту. Тут все три игрока. На одной позиции на каре. Кассел забрал того. Размен моментальный. Кассел последний. Кассел жить. Как-то убить. Нет, это 5 в 3 опять. Нет, это 2-0, ребят. Сори, конечно. Сори те, кто, блядь, заинсили. Но если столько своих раундов отдавать. Особенно в начале. Когда тебе так важно, ну, взять серию. Здесь полтинья должен был. Просто обязан был забирать. Но не полетело. Бывает такое. Бывает. Вроде бы сделал все правильно. Вышел пикаться с преимуществом. Да, опять безразмерно. На снайпера, который был вне позиции. Все безразмерно. Понимаешь, они так стоят, что они берут дуэльки один в один вот так. Вот серии перестреляли. Это не 5 в 3 раунд. Это сначала люди сыграли один в один. Потом 2 в 2 сыграли. А не 5 в 3. О, ребята, ребята. Теперь законный эко-раунд для инсилион. Ребята играют 2 кабай. Да, потом будут смотреть демки. Будут впитывать вот этот неприятный момент. Знаю по себе. Когда потом демку разбираешь. Смотришь, сколько ты надавал такого. И думаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И кастл, конечно, забирает стейра добывая entry kill. Что очень важно делать на эко-раунде. От entry kill'а нужно выиграть даже эко. Да, но если они в 5 в 3 на закупах не справляются, то уж на эко о чем говорить. Да можно всегда реабилитироваться, Люк. Можно всегда начать выигрывать. Не-не-не-не. Судя по двум картам уже. Ладно, не по двум, а по полторы карт. Тут вот... Как-то слишком много на квадратный метр они отдают такого. Один раунд за, не знаю, за карту кладать. Окей. Ну, часто так отдавать. Ну, так не выиграть. И да, стекли. А плент инсилион не угадали. Потому что Спраут, добыв информацию о том, что 2 в туалетах, просто пошли на B. И тем самым вышли на пустой плент без борьбы. Обновляет смог в девяточку. Тут все по классике. Это уже пятый для Спраут. Да, ну, я вообще уже не верю. Если они 5 сходу взяли в атаке. Дело пахнет. 2-0. Согласен. На самом деле согласен. 5-0 начинать для Спраут на своем пике за слабую сторону. Это мега сильно. Угу. Вот Оверпасс это еще одна из немногих карт, где баланс остался в мете КТ стороны. Угу. Так и есть. Эх, Оверпассик. Любимая карта. Угу. Ну, смотри, Кастл Калаш сейвит. У него и так 7000. Он сейчас Калаш дропает, покупает АВП. Это все здорово. Счет 5-0. Сколько бы он там не насейвил. Да даже если они сейчас 3 подряд возьмут. Все равно счет будет 5-3. Ну, то есть. Они уже такую серию отдали. Не то, что прям непростительную, но тяжело им будет. Они, конечно, на вертик и комбайк, или, говорю, за слабую сторону. Ну, тут на Овер такого не прощает, что ты в атаке 100 раундов можешь. Да, это... Да, именно сирию команда броняющаяся. У них в целом КТ сторона сильнее, чем атака, потому что в атаке много рассинхрона. Угу. А за КТ как-то проще, да, взаимодействие навязывать. Ну, вот у нас пик центра под флешку, правда, пип лует от этой флешки Булайн, что не должно быть. Почему-то. Да нет, даже если он там словил, типа... Он все равно падает, пробегает. Ну да. Так, ну посмотрим. Обрабатывают тут очень сильно болот. У нас, ребята, и Спраут начинает буститься. Так, да, ты готов к этому бусту. Хорошо. Есть центри в копилку инсилио по зефону, но Спраут не расслабляются. Они продолжают прессинговать бепленты, у них падают еще и Кселлоу. Главное не расслабляться инсилио. Ну вот. Снова 3 в 5, смотри. Да, в моменте было опять 5 в 3. Так, Стр отвечает уже 3 в 4. У Касселла неплохой поинт, пип поджимает вообще фонтан. Но сейчас на Касселла двойка выйдет, понимаешь, это будет размен, скорее всего. Хотя, может быть, Касселл никого не бьет. Но здесь важный фраг сделал пип, максимально важный. Я думаю, Касселл не читают. Очень хороший угол. Но угол он неплохой взял, да, его ближе ждал, видишь, альфа. В итоге Касселл добылкил кладет, и это первый раунд копилку инсилио. Камбэк, камбэк. Это все здорово. Здорово, если вот так инсилио 10 подряд возьмут, то да. Но в такой вот мне не верится. Хорошая половина будет, если инсилио 10 подряд берут, это хорошая половина для них. Но я в такой не верю. Я, конечно, болею за них, мне бы хотелось, но пока по игре не дотягивает, к сожалению. Всегда можно преодолеть свой предел. Прямо во время игры. Было бы здорово. Так, ну вот, смотри, 4 центра. Играет у нас инсилио, 1б. Колл на раунд довольно интересный. Ну вот, Пипа накажешь сейчас. Нет, там прикрытие есть длины. Это я вижу тоже. Пипа, Тефлэш сидел, забирает альфу, но правда падает хантер, падает Пип. И уже, уже б-план пустой. Бомба уходит на Б. А-а-а, проблемки. Я говорю, в 10 подряд не верится. Обычно. Неплохая комбина была на беду. Даже разменялись, но... Тем временем на Б там уже. Пали тоже. А тут даты, которого не ждут. Нет, ладно, ждут его уже на хитайминге. Молит полетел, но он все равно делает фрифраг по Кселлоу и уходит за Молик. Как уходит за Молик? Он просто по нему стрейфил еще. Потом побежал и, ну, давай. Я подумал, он на плюс-фай пропрыгивает по, знаешь, маленькому радиусу Молика. Он сначала что-то пострейфил, потом попятился в него. Да-да-да, так и произошло. Но Кассел на монстре. Его могут там не ждать, хотя нет, его ожидают. Его чекают с двух сторон, и стейр забирает Кассела. Последний остается Полик. Ты посмотри, как долго играют Спраут. Они просто не ставят бомбу, они просто пикаются. Они просто пикаются без бомбы. Ну, на самом деле, нормально. Ну да, это жестко, это жестко. Они не торопятся. Вместе, да, вместе играют. Вместе все дочекивают с разменчиком. Вот, повтор. Поздно, да, ты понял, что он на Молике? Такой, блин, ну что за демидж? Кто в Мизе меня дамажит? И счет уже становится 6-1, и... Пахнет разгромом вообще на обере. Очень сильный. По первому убийству у нас Лаунгс. Четыре антре кила имеет тонны. На втором месте находится Кассел, и потом только Датне. Ну, четыре антре фрага для Лаунгса. Слушай, это хорошо, потому что прошло так мало раундов, а уже четыре антре. Как Зевс учил, реально. Так, Польт на подсадке убивает Лаунгса. Снова, снова у Инсилио есть антре фраг. Снова есть весь задел на выигранный раунд. Остается лишь только удержать большинство. Да. Пять-четыре, опять. Понимаешь, есть и заслуга Спраут, что так мало большинства выигрывают Инсилио, потому что Спраут молодцы, они умеют выигрывать ситуацию в меньшинстве. Они часто делают. Не знаю, скорее Инсилио дается. Но даже с Польфик на нас заходили, все по одному стрелялись. Никакого кроссфайра. Каждый принимает сначала я один приму, потом я. И вот... Потом проигранный раунд. Не душно. Надо Инсилио научиться играть более душно. Более грамотно. Реализовывать это преимущество в игроках. Это очень важно в КСе. Если ты так умеешь делать, то энтрек найти не проблема. У тебя тем более есть такие игроки, как Хантер там. А вот какую команду мы можем с тобой привести в пример, которая идеально реализует большинство? Да все те родные команды понимают, как это делать. Так вспоминается. Условные Нави, они довольно часто дают раунды в большинстве тоже. Частенько у них такое происходит. Есть дисциплинированные команды. Много их таких. Ну вот примером была бы хорошим. Не, все... Все... Все так или иначе отдают такие раунды. Понятное дело, вопрос в процентах. Ну да, тоже верно. Ну вот опять 4 в 5. 4 в 3 уже. 4 в 2. Ну, не знаю. Не хватает на силу опыта против таких команд сильных. На самом деле оно чувствуется, да, что против хорошего кола, хорошего раскида и идеального выхода под флеш, они ничего сделать не могут на овере. Да, как-то... Это говорит о том, что праки играются против более слабых команд, и в целом их оппоненты на уровень ниже. Да еще как-то прижались. Прижались сильно за КТ, они вот дают себя раскинуть за тем... Против К23, против Эпстеров это может и сработало бы. Но тут против Спраут такую халяву, конечно, уже они не отпускают. Хероик. Вот, кстати, да, в чете подсказали, Хероик очень редко проигрывает большинство. Ну, это показатель уровня команды. Я, например, когда... Я все время своих ребят так сказал. Ты, кстати, наказывал за такое на демках, прям носом тыкал в это постоянно. Ну, это простой аспект, кажется, но это у тебя должно быть вообще на автомате. Мне кажется, что да, что такое игроки учат еще, как только торцуются полупро игроками, как не давать большинству? И действия не стоит делать. То есть, вам так кажется, в игре люди вообще... Голова отключается. В моменте они начинают репикать, еще что-то делать. Ну, да. А вот самое важное как раз сохранить хладнокровие и понять, что вот тут я сейчас нажму страйф, я могу умереть, мы уже будем в равенстве. А зачем мне это делать? Идти как-то поджимать данную информацию. В большинстве делать вообще такого не надо. Да, просто в игре надо почаще себе вопрос задавать, что нужно мне сделать, чтобы выиграть раунд. Но, если ты в меньшинстве, ты понимаешь, мне нужно, наоборот, добыть где-то фраг. Очень хорошо сказано, на самом деле, без шуток. Тогда это такой пример. Ну, тут серия опять разменов и остается один дата. И как разменов? Дата-то двоих убил на своей позиции, а вся остальная команда все дуэли проиграла. То есть, дата стоял один туалет, и тройка игроков была на длине, тройка умерла без фрага, а дата-то сделал даблкил. Да, и остается один дата, каленый. Но он угадывает с бплунтом. Он так-то угадывает. Да нет, ничего не сделает. Да нет, нет, 10 хп. Каман, надо идти сейвить. Да нет, ну зачем это делать? Ну, даже сейчас. Ну, зачем это делать? Один в три 10 хп. Он серьезно говорит, сейчас возьму? Ну, не, вот, на полном серьезно. А что ему вообще делать? Сейвить на таком счете. Да кто сейвит, то пойдет в трезвом рассудке, и на счете 1-7. Не знаю, все равно за сейви ты никак не навредишь. Ну, ладно, да. Один в три налога хп можно и пойти посейвить. Я не знаю, просто вот даже это показательно. Он идет зачем-то пробовать. Ну, один в три, 10 хп. Шансы? Не 0-0-1 даже процентов, их просто ноль. Ну, такой вот, где вы видели, что игрок с 10 хп, один в три так забирает. С кольтом. Ладно, бы у него шкалаш был. Да нет, такое происходит, раз, ну, в матче 10, наверное, я бы сказал. Да нет, с 10 хп в такой ситуации, когда они понимают, где он. Да у нас вот, недавно, кто? Как раз-таки, по-моему, Хантер. А, нет, или игрок Вебстерс. Или Хантер. По-моему, все-таки игрок Вебстерс против Спраут. Найк раунд забрал 1 в 5. С 10 хп. Ну, не 1 в 5, 1 в 3. Но сделал эйс. С так-9. Ну, все равно не тащит ваться. Тут поставили бомбу, время тикает уже. Он там, правда, за атаку был, да. Но все равно сильно было. То есть, нет, как бы, такое можно выиграть порой. Тебя должно сильно повести, и ты должен этим воспользоваться, что тебе везешь. Ну, как повести? Что, игроков и нет выключат? Да нет. Типа, если вот так, то да. То есть, смотри. Тебе могут с первого не попасть. Ты можешь с трех попадать. Понимаешь, как бы. Ну. Вот опять угадывают инсилио. Втроем стоят на А. Хороший комбин на банане. Вот, посмотрим. Должны принимать, по идее. Ой-ой-ой, Стерд, да что же ты делаешь? На шеюлю, да? Простреливает, Каслал подразмену лаунг забирает. И пип не читается, но все. Есть информация, он спарился. Его уже душат с двух сторон. Здесь уже с спины вышла Альфа. Альфа, конечно, плохо пострелял. Но все равно добил. Селлоу, пипа. Селлоу, так же даты забрал. Нет, тут, ребят, без шансов. Ну, посмотрите, они даже угадывают. Они все время угадывают направления атаки. Ну, не могут убить. Не могут убить игроков справа у нас. Просто они угадали. Реально, втроем встали. Ну, одного нашили. Потом разменчики. Я же говорю, опыт получает на Силю. Главное делать работу над ошибками после таких матчей. Понимать, что, чего вам не хватило, чтобы обыграть их. Ну, я говорю, а по поводу, как не ошибаться, ребят, вот вам тоже молодым советом. Ты все время себе в игре задаешь, что мне надо сделать, чтобы выиграть раунд. Все. На самом деле, мне вспоминается, я вот даже читал разных тренеров, не тренеров, из аматорской сцены и Тир-2 сцены, их блоги. Многие-то говорят, чтобы улучшить свою игру просто банально на фейсите, задавайте себе вопрос, что мне сделать, чтобы раунд выиграть. Ну, да, и там ответ придет. Какое действие приведет к тому, что ты выиграешь раунд, какое приведет к тому, что ты отдал большинство? Ну, да, только это вот так на словах, это все долго, а в главе должно происходить просто за секунду. Чем быстрее, тем лучше. Ну, да. И ты должен, и ты понимаешь, закрыться тебе, сыграть агрессивно, пикнуть смытом, продать его. То есть решение само придет хорошее. Может, и не придет к некоторым. Так, ну что? 9-1. Серия раундов для справа продолжается. Да, просто мало игрока научить. Вот в этой позиции там нельзя репикать. Какая разница, он зайдет в другую карту и опять репикнет. Ну, знаешь, ненужный момент. Ему надо объяснить саму логику действий. Если ты ему объяснишь логику, и он поймет, то да. Тогда ты отсекаешь множество ошибок сразу на многих картах. А не в конкретной позиции. Какую работу выполняют у нас матеры, и как кольт, например, в команде, где все молодые ребятки еще не такие опытные. Честно говоря, я не могу представить, как я бы кому-то объяснил вот этот момент. Что вот, когда стоит репикать, а когда нет. Это не так просто сделать, как кажется. Ну да. Мне, комментатору, довольно с хорошей коммуникацией, развитой речью, высказыванием своих мыслей плюс-минус нормальным. А это сделать все равно не так просто. Да. Да. А тут стягиваются у нас ребята из насилию на Б. Хоть у них и пестики, если не в калашом, но не угадывают. Да, не угадывают. Да, тут уже прилетел Смог, под него будет играть Стеер. Он добудет информацию о том, что А пустой. И просто бомб поставит сна. Ой, как Спраут байтит? Там Смог за спину дали. Тут изи фон, посмотри, просто вышел. Дабл килл дал. По стрельбе, просто по стрельбе вышел. Выпил двух игроков, когда его двое пикали. Да. Походу, кайф роденький денек сегодня намечается. Ну ладно, стрим пораньше запущен кайф. С темно, весь мысль человек в чате воздвигает. Что, как бы, ребят, не стоит забывать о том, что в целом Спраут. Тер два команды насилия, у тебя три команды. Это пик команды Спраут, на котором они обыграли Cloud9. Буквально неделю назад. Или когда там был, он чуть больше, недели назад. И не мудреножцы не могут инсилия ничего с этим поделать. Ну, просто не могут. Но, знаешь, как мы же с тобой это и отмечали на Vertigo тоже. Да? Так что... Не знаю. Ну вот уже 10 один. Так что не стоит, ребят, сильно, так сказать, всякие грубые слова писать. И тем более, если вы сделаете став, как выигрываете, то все время так Кринджоус смотрится. Ну, как будто бы, да, ладно, если бы битва была двух равных команд, да, и вторая бы летела в сухую. Да, были бы вопросы. Типа, почему вы не можете сыграть равно с командой ваша уровня? Ну, здесь совершенно разные команды по опыту. Спраут играют на те два уровня уже три года. Уже три года. Они там, как только появились, да, у них первый состав был плюс-минус хороший у этой оргии. Они там и с Тир-1 поигрывали. Даже некоторые думали, что это будущая Тир-1 команда. Но потом они закрепились на те два уровня и на нем остались. Как бы порой мы видим от них сенсации по типу победы над командой 9. Или там 2-1 проигрыш команды 9 и Cloud9. Но это я все к чему? К тому, что эти ребята очень опытные. Они очень много играют с Тир-1 командами. Как являются Тир-2 командами, Тир-1 опыт у них присутствует. Но у них есть подозрительные чоки иногда. По-другому я это не назову. Ну, да. Вот Азиару не зря сбрило. Не зря, а что-то там было. Я говорю, как он крутился тогда в халпья? Ну, те, кто шарит, вы шарите. Ну, возможно, он просто парень не особо. Ну, пьяный играл или чем-то. Ну, да, бывает. Да, как бы. Нет, ну, без шуток, без шуток. Я думаю, что такое вполне возможно, что какой-нибудь игрок может прийти на официалку пьяным. Ну, это сразу бабушь с аргией. Нет, ну, это если об этом кто-то узнает. А, то есть остальные такие сидят и не понимают, что ты просто в стенки смотришь. Все стоят с бомбой в 10 секунд. Ой-ой-ой-ой. Ну, тут просто... Тут снос по... У нас уже дэм. Можно просто расслабься, бро. Просто снос по всем фронтам. Ну, ребят, мне хотелось бы внести интриги, поверить. Тем более, ну, вот вы еще фоните. Да, блин. Дело в том, что торнадо нет в Уинсилию, 100%. Ты так смотришь, понимаешь, что не выпили они баночку скилла перед картой. Да, еще ребята фонят, что-то утопите за какую-то команду. А почему бы не притопить за СНГ, ребят? Что такого? У нас же СНГ-транца. Ну, то есть... Что в этом такого? Мы же тут не стоим с плакатами, знаете. И не каждый раунд прям вот так орел. Уйти ли, уйти ли. Знаете, такого же нету. Ну, так подтапливаем, да. Нет, ну, тут вообще мнение, конечно, расходится у многих, не только зрителей, да, но и других прокомментаторов, как вообще стоит ли поддерживать команду своего региона или нет. Лично мое мнение такое, что чуть-чуть давать симпатии команде можно. Но в целом я же реально не сижу, не кричу там, о, Инсилю, вперед, о, нет, Инсилю, раунд проиграли. О, да, Инсилю, выиграли раунд. Я-то делаю плюс-минус. Лежать справу, да. Я понимаю, что люди поставили на Спраут, да, сидят, болеют за Спраут ставкой. Я к вам вот отношусь с уважением, ребят. И как бы Инсилю мне сердечко ближе, конечно же, чем Спраут, но я стараюсь держать плюс-минус нейтралитет. Ну да, да, тем более тут не обидно. Те, кто поставили на Спраут, они же все-таки выигрывают. Это то, что мы подтапливаем за Инсилю чуть-чуть. Мы просто не видим, может быть с плакатами сидеть. Блин, люк, прячь, не догадались. Прячь, быстрее, вдруг режиссер камеру включит. Ой, я на стене, я на стене, я на стене вот так вовсе Инсилю написано. Да, ну что тут, 11-1 счет в плохой закупу Инсилю. Есть Кольтецкий, есть 2 МПшки, ну и есть и Бабкин, ну я не знаю, ребят, как это уже анализировать. Да, нет, нет, нет смысла, потому что, ну и возьмут сейчас 3 раунда Инсилю, но будет 11-4, а что дальше? Камбэк за атаку? Думаешь, это возможность с такой игрой? Потому что Спраут, ну, даже на полторы головы выше на Овере, на полторы головы разница между этими командами, ты посмотри. Ну да, это просто за секунду все время какой-то снос происходит. И вот даже Альфа, я бы сказал, игрок уровня Инсилю, да, то есть как бы по личному скилу и по взаимодействиям с командой, он не сильно лучше там Хантера, Даты, вообще любого представителя Инсилю. Он с ними на одном уровне, но именно из-за того, что у него команда позволяет ему раскрываться, да, сейчас он просто спокойно похоронил двух игроков, хотя был в мисс позиции. Да. Это уже все, это уже стежный ком, то есть тиммейты могут, ты тоже получаешь, так скажем, бас, и играешь хорошо. Вот этот момент, то есть он в мисс позиции, но он закрывает первого, на него выходит поль, все, обоему стреляет, но не убивает. Так, ребятки, а есть те, кто пробивали на Спраут 2-0, сидят такие, ручки потирают? 97-й? Легко, а он на 2-0? Не знаю, я не общался по этому поводу. А вообще-то ставка 2-0 напрашивалась, но, но, я просто вспоминаю, как говорю, Спраут иногда чокают, и мне вообще страшно, лучше вообще 1 рубль на него ставить. Спраут, это самая команда, которая может обыграть Тир-1, проявить Тир-3, поэтому против них еще понятно, почему люди могли поставить на 2-0 на Инсилю, но в любом случае нужно было понимать, что это рискованно. Так, ну тут как бы опять entry frag был, возможно, стоило уйти назад, как-то в большинстве отыграть, но мы понимаем, да, что даже в большинстве проблем у Инсилю в любом случае, вот уйдут они в плент. Мы видели с тобой не то, что Инсилю ошибки допускали, ходили пикать большинство, а Инсилю не могли разменяться в пленту, они стоят 3 плент, на них выходят 2 игрока, и эти 2 игрока убивают всех, потому что Инсилю пикаются по одному в пленту, в закрытую. Поэтому они уже не уходят назад, они уже добывают большинство и играют дальше. Да, да, верно, на общую ставили, ну на общем, мне кажется, там коэффициенты смешной был. Да, только двойка, двойка. Чего? Два, наверное, Серега было даже больше. Нет, я про Sprout был, на общую победу, мне кажется, смешной качку был. 1,5? Ну, 1,45, это я утрировал, приматчивая вроде у нас были. А, некоторые пишут, что это даже 1,6, ну, вообще халява, да, ну, я говорю, у меня это лично, у меня это команда в блокисте. Есть такое, если бы я ставил, я бы на Sprout не ставил, я вам так скажу. Да, я разок поставил уже. Бывало, дело. И против Sprout тоже не особо хочется ставить. Да, 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 вот есть такие команды, которые, ну, их... Это как раньше, по гаворок было про Na'Vi. Первое правило ставить, что ставить на Na'Vi и не ставить против Na'Vi. Так про Тир-2 можно про Sprout говорить. Да, 13-1, а тут похороны, поминки, похороны, панихиды, называйте как хотите. Панихида. Тут, ну, типа... Ладно, пока поавтопим. Все вы прекрасно, наверное, знаете игру Амкас. Ну. А мы вчера поиграли прикольную, как Аммкас, только на западный манер. О, я знаю, просто... Шериф такой ходит, ты за шерифа, и там ходят кучи NPC, и те, кто как бандиты, они сливаются с NPC, делают тоже квесты, как вам, иди, а ты за шериф ходишь, тебе надо понять, кто. По движениям, типа, обычные игроки повторяются ботами. Да, да, это очень фадово. Был режим такой раньше в Горисмоде. Да, так что вот сегодня буду стримить, заходите, ребята, это очень гарная штука. Да, есть такое. Люк найти просто один в ЮКе, все как бы... Да, да наши ники, ребят, в названии Транце. Вы можете буквально перейти на Twitch-канал Люка, кликнув на... Да, и Вэнце. Ну, я пока порадуюсь с ним, но в будущем буду. Он заделан лучше, ну, опять, ну, я не знаю, ребят, мне хочется как-то это покомментировать. Нечего, нечего говорить, братан. Я ей тоже дурачком не хочется выглядеть, типа, ой, ну сейчас шанс, ой, 32-2 сейчас возьмутся, ой, 2-3 сейчас возьмут, ну, я же понимаю, что тут, ну, ГГББ. Поль, правда, неплохой момент, Фиддл. Нормальный даблкиллдаун, но вот Хантер падает на Б, и все. Полтиньо слоу хп, либо делает эйс, либо это 14 раунд для Спраут за слабую сторону на своем пике. И да, это 14 раунд. О, ну это прям снос. Сейчас еще Анубис будем смотреть, пишите, чайтер. Давайте так, если Инсилио камбайш, я на лысо бреюсь, я завтра лысо приду. Знаешь что, а я с тобой. Давайте. Если Инсилио камбэк, я лысо приду. Мы оба с Люком бреемся на лысо. Блин, мне лысо вообще не пойдет. Я думаешь пойдет, я как Индизель. Я как Иноплантианин буду, он такой лоб огромный. Чуть-чуть пухлый Индизель, нормально. Так, ну и статистика на ваших экранах, дамы и господа. Ну, кэфчиков у нас нет, да, кэфы уже закрыты, я думаю, на эту серию, потому что Инсилио тут совсем ничего делать не могут. Также вам напоминаю, ребят, что наши трансляции, смотрите, комфортнее всего в клубах Бэтбум. Там самые крутые телеки, диванчики, там можно ставочку сделать, в ресторане еду заказать. Некоторые рестораны вообще работают так, что приносят еду в соседний клуб Бэтбум. Ну, а также там можно получить тысячу рублей фрибет по промокоду Кибербубе. Да. Кибербубе. Ладно, ребят, кто с нами будет бриться, если тут камбэк? Есть такие? Давайте плюс чат, кто реально с нами повредит вместе, если Инсилио камбэкну. Да, мы все бреемся, и еще татухи делаем. Может, это просто лого выбрить Инсилио на голове? И еще татухи делаем, да, Инсилио. Нет, ты не привычай, уже хватит того, что мы просто бреемся. Нет, еще татухи делаем. Нет, я на это не подписываюсь. Подписывайся. Позовите там кто-нибудь в пальто, скажите, вон Люк сказал, побрейся на лысо, давай, тыщи, бро. 43% виндрительный пистолет, каху Инсилио, и 33% справа. Ну, а ты проигинь наши лица, вот сейчас на секунду счет 414. Не, у меня только было без счета один раз, я два года назад комментировал на лиге, и там счет был тоже 14-1. И что-то в счете говорили, ой, ты сейчас камбэк, ну камбэк, ты такой, да если не камбэк, я на вас побрейся, сейчас отвечаю. И был счет 14-14 после этого. Но там дожали чуваки, 16-14, и так выиграли фавориты. Да, ты посмотри, у нас тут уже TeamKill совершил Zephon. Кто Zephon сообщил? А, ребят, кто написал Zephonу про эту сделку, вы офигели? Нет, это конфиденциальная сделка была. Так, Поль забирает Zephon, который TeamKill... Так, стойте. Как заднюю вырубить? Есть? Тут есть опция отмены? Нет, такой опции уже нет, Люк. Уже до конца нужно. О, ноу. О, ноу. О, ноу, 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 ноу. Не-не-не, чейник, мы не 97-й зонер. Мы, если говорим, мы сделаем. Конечно. Вам что, было-было? Будем виндизелями. Да, одно дело Зонер пообещал, другое дело слово Люка и Вейнса. Вы тоже сравнили палец, ну вы поняли сейчас. Не, на самом деле, без шуток для меня это будет не так сложно, потому что я экспериментирую сейчас с волосами, с прической, думаю, какую стиху подобрать. Ну да, вот лысым сам это. Лысым попробую, чё нет? Ну да. В Ереване такие русские парни лысые ходят. Подумаешь? Подумаешь? Ничего такого. Так, ну второй раунд для НСЛ есть. Начинается камбэк. Чат верим? Фиксируем камбэк. Нет, пока не страшно, пацаны. Пока. Кстати, кстати, кстати. А 97-й там в зал ходил? Здорово. Просто. Тебя-то там не было. Зашел в зал, зачкидился, вышел. У тебя бы так сделай. Да, это что это такое? Уже, понимаешь, уже пятая, не третья, уже пятая. На два дня просрочил обещание. Я-то ничего не обещал. Обещал сегодня. Я сказал, ну давай, походим. Я-ка-вэ. Ты, конечно, не у Люка. Нет, нет, не при мне. Блин, у меня телефон садится сейчас, поэтому все. Я своими себя стеряю. Она садится у Люка. У меня тоже 3%. ГГП? Еще так Сьюху домой вызывать. Да. Ну ничего, сейчас Спраут свой форсетский выиграют. А что, может у кого-то тотал меньше? Начинает подгорать чуть-чуть вот так? Чуть. Ну, спичку поднесли. Есть такие? Спраут не угадывают, они-то стакли 4А, но они, видишь, смотри, как это не делают. Они мид прочекали и ротацию на Б. Молодцы. Сел, да тоже может на бейте. Что-то на этом отпрыгать. 2.14 у нас. Смочок летит в плэнт. Ну как-то так пассивно Спраут играют. Фулл плэнт отдали, хотя ротировались. И Кастл летит в фраги фармить. Ой-ой-ой. Или по нему фармят фраги, подожди. Пострижки отмена, что ли? Комбейщины не дозвонились, походу. Да, посмотрим. 5-3. Ну, китов нет. Мы что, будем двигаться? Алло, Спраут. Прием. Как слышно. Очень-очень долго Спраут играют. Пип взбирает Альфо. Тут же тиммейт его прикрывают. Размен 3 к этому произошел. 2 в 2 ситуация по итогу у нас имеется. Хантер забирает лаунг с хорошим хэдшотом. Изи фон последний. Ну, Изи фон уже ничего не сделает. Третий раунд для Инсилио. Это был фарсетский Аспраут. Далее Эко. И еще четвертый в копилку Инсилио может упасть. Так. Окей, Гугл. Шапки для лысых. Ой. Я реально включил с Гугл. Я думал, что я это включил. У нас с тобой есть один любитель кепок в студии. Злобая. Зовут такой. Я знаю, знаю. Так что если Инсилио кайбек, мы просто к нему обратимся. Он уже не в нашей. Он уже дотер. Не, ну в студии там он в нашей. Ну, а так да. Есть один небольшой инсайд. Он к нам на шоу заглядел. Но все это будет попозже, ребята. Вот, поэтому ждите. Ну, а тем временем смотрим на Эко. От Спраута. Не стак. Посмотри, там подсадочка у нас интересная на длине. Такая необычная. Видимо, не там мы у нее сделали. Пришлось пересобраться. Не, если такой Спраут отдают. Как бы... Там, там, там уже... Я советую удалить эту игру срочно. И карточки игроков проверить. Да ладно, все бывает в кс-ке. Ты разу не видел камбэка? Да вон, Виталити фейс план. Нет, нет, нет. Это вообще не то тут. Это и карта не та, и команда не те. Если Витики камбэкнули за слабую сторону на Анубисе, чё бы тут не камбэкнули-то, а? Да нет. Силю. Вот просто такая карта. Здорово, пацаны. Кого ждем? Меня? Касл зафармил квадрокилл себе. И 10 раундов остается между коллективами. 10 раундов уже можно-то и дожать. Чё, 10-то уже не 15, правильно? Угу. А, да 15 здесь изначально не было. Было 13. Ну теперь девайс появляется у Спраут, и посмотрим на Кселу в руках с Авиком. А, нет, Авик там не будет. Денег мало, хотя может, конечно, лаунг сдропнул, да, лаунг сдропнул АВП. А, нет, Кселу без армора его взял. Правильно, зачем просить дропать имейта Авика, которого хватает денег на армор и АВП, нежели можно просто купить его без арморным. Плохое решение, как по мне, потому что без армора у тебя аймпанч срабатывает, и буквально с той плеча у тебя попасть, у тебя прицелы будет в небеса даже с Авиком. Ну да, у меня сработал гугл, это когда я сказал. И что там высветило? Не, он просто как поиск тебе выдает. Эдва фотка злоба. Это вот это, раз и говоришь. Так, ну что, Антилю, творится история или творится фейк камбэк? Да, смотрим, смотрим. Пока тяжеловато, потому что пассивно играют Спраут. Блин, 4 под Б. Почекали немножко монстр, почекали шорт, никого не заметили, и пошли укреплять А. А вот это интересно, потому что Антилю ротируется под Б с бомбой. А там всего 2 игрока, и если они снова играют в отдачу, это может быть 5 раунд для Антилю. Справа, конечно, уже есть лос-бонус, там почти максимальный. Молик просто так выкинул свой альф на подсад, но зато он чекал игрока Хантера, дал информацию. А где ротация-то? Ребят, вода занимается. 40 секунд до конца раунда, может, 3-ти на Б пойдет, а? Немноговато ли у вас там на... Поймфиш, это вода и монстр. Ну все, вот он врыв. Как я и сказал, играет в отдачу у Плантари, 5-ый. А что, смоков 9 нет? Алло? А вот это... А что за приколы? А вот залетел, сейчас смок. Очень долго, очень долго. Очень поздно. Или на воду спрыгнуть, раз не пришел один к одному. Также еще один фраг от альфы, касса выбивает кселлоу. Стрейр падает от Хантера, и это 5-ый для Инсилио, если Зифон не сделает клатч. Что-то, Люк, готов бриться? Да, уже бомбер себе подбираю. Под образ. Ну ситуация потихонечку накаляется. Нет, без шутки, шутками, я уже реально допускаю возможность камбэка Инсилио. Нет, ты что, гонишь? Нет. Ну как будто бы сейчас Спраут могут закинуть. Да куда? Нет, тут два раунда. Как раз Спраут. Ты забыл? Это да, но... Я буду эту демку каждый раунд, каждый килограмм смотреть тогда, но ты под лупой. Лысым, правда. Да. Зифон сейвит эмочку. Напомню, там лус-болус максимальный, поэтому в теории могут форсануть Спраут, но захотят ли они это делать? Не факт. 5-14. 9 раундов осталось до камбэка. И выход на плен был хороший. Да, Смоук полетел мега поздний на Хевен, но главное, что никто не подставился под снайпера, пока этот Смоук летел. А значит команда этого ожидала. Это была не ошибка. Лангкс все еще лидирует по Инсилио. Я просто не пойму, это такая фишка Инсилио? За сильную сторону на любой карте, просто вообще, чтобы тебя ногами пинали, грубо говоря, потом переходишь за слабую и показываешь, чего ты стоишь? Да? Ну реально, то есть вот смотри, Вертига, за сильную сторону, ну, они взяли 6 в атаке, переходят за КТ, просто звери. Ну? Вы видели такое форму, давдома, чем подряд? Это, видимо, просто сингестайл. Тут начинают за КТ, ничего не могут, переходят в атаку, звери. Что делают у нас с праут? Просто пикают, и там хантеров бить не могут. Просто вот обидно за пацанов. Ну почему бы за сильную сторону, ребятки? Не показать класс. Так, полкинё. Комментаторы, как отсидевать шансы фрутов на Ануфисе? Биг и Тебра, не сегодня. Гайя, ну, как бы они болел за инсилию, надо же быть реалистом. Ну, 45 на Овере, камон. Даже если такой камбэкнется, тяжело будет стрелу на 3-й Ануфисе. Какой Ануфис? Все, хватит. Ребят, помечтали, пофантазировали, а потом проснулись. Да ты посмотри на спрутов-то. Ладно, Лангс, конечно, нормально пострелял, но все равно тяжелая. Точно тяжелая? Или не тяжелая? Так, в моменте это 4-2 было? 4-3. 3-3, потом 2-3, теперь 2-2. Ногу, ногу видел, поэтому он убивает Лангса, но Ксел читает цели, Ксел не читался, он забрал кхантеру, 1Х1, Ксел, лассам против даты, но до ТЫ, выигрывает Клач и шестой раунд для инсилию. А вот и интрига небольшая появляется, потому что уже 9 раундов, о, 8 раундов разделяет коллективы. Ну, опять, это был ЭКО, МТ на ЭКО для спортов, Потому что свести эко-раунд в клатчу 1x1, который был изначально 3 в 5, да, реально 3 в 5-то было. Они снова сделали 2 entry в коннектор. Ладно, чатик, я с вами тоже пока не на связи. Все? Телефон сядет, я не уеду потом. Вот, у меня уже сел. У меня есть товарищи, которые мне такси вызовут. Товарищи с правот? После оверпаса проигрывал. Они говорят, бро, а тебе бизнес? Ну что, пауза отжимается? Ну, как будто бы должны забирать этот раунд с пруты. Хотя, еще не факт. Да. Байта максимально комфортный. Но мы уже один такой раунд видели. Тогда бплант в отачу сыграли. И раунд не забрали. Да я вообще хейтер, честно говоря, на оверпасе играть б в отачу. Как будто бы такое очень редко выигрывается. Это не прям, там не сложно ретейкнуть. Самая гиперройная позиция, ну она у нас помощь называлась. Это где вот с халпы выходишь, под мостиком сидишь там. Типа под мостом бомж сидит. Ну, поэт так и назвали. Где-то я уж такое слышал, слушай, по-моему, от кого-то тоже кто-то такое говорил. О, Хантер не угадал. Да. Там более коварно лежал, как будто бы он сжигал эту позицию, но как будто бы нет. Польт убивает лаунг. Остается красный. Ситуация в равенстве 4 в 4. И ротация от инсилена аплэнд у нас будет. Польт так расстроился, чтобы бомбу забрали. Такое, зачем за ней шел? Киквэ. Кто смотрит? Видимо, вот, свап он ушел. А зачем хэшку дропнул? О, какая встреча. Зефон ошибается. Ошибается Зефон, он добыл информацию, да, но он напидел. Стера тоже забрали. А что такое справа? Да что такое? Разучились играть, видимо. Альф, альф, альф-то умеет играть, точно. Альф сейчас может похоронить. Да нет, тотал больше и закончили вот так. Альф 1х4. Одного забрал, второго забрал. Третьего не забрал. Альф не дает шансов альфа забрать этот клатч. И это уже. Я вангул. Седьмой в копилку интеллио. Тотал больше и закончили. Это камбэк ТТБ? Не, 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 да, да, смотри, сейчас будет. Они слева Чубай берут. Они слева Чубай берут, счет где-то 15-8. Они еще три отдают. ТБ, и они забирают карту. Смотрим. У меня сценарий просто, соли, ребят, не парьтесь. Ты так и скажи, что ты уже на очке и не хочешь блиц. Я не на очке. Я поверишь. Ты понимаешь, сколько у него просиков будет? Сейчас еще пять раундов инстилео возьмут, вот тогда поговорим. Я тебе сказал, как будет. 15-8. Потом. 16-11. Так. Лаунг сыграет в длине. Ну, лишь 16-19. Касло будет его распикивать. Почувствовал, что неладное что-то, надо отходить. Да. Наталья ему подсказала. Ну, пока спраут за КТ смотрится, честно, как-то грустно. Будто бы это не те спраут, которые были на первой половине. Да. Не в порыва нам такое наблюдать. Пип вешает на ходу. Лаунгсу. И с антрефрагом, думаю, сейчас с антрефрагом пойдут. По-хорошему на ББМ пойти. Потому что уже стак на АУ спрутов. Да. О, что это за Овик такой у Касла? Я что-то не видел. Там эти коллекции, они штампуются 1-1-0. Хотя, как сказать, наоборот, сейчас самое редкий выход кейс в данный момент был. За Касла КС-2. Тем не менее, честно говоря, я уже не служу за коллекциями всеми. Да я никогда не особо таким модником тоже, конечно, не был. Раньше я мог сходить по-любому скинуть в какую коллекцию. Не, мне всегда вообще все равно было. В году 19-ом. Там есть книжки, которые мне нравятся, все. И то, как-то мне... В КС-кин скины мне всю жизнь было все равно. А в другой игре, скажите? Мне все равно. Ты там в Valorant, иди. Иди вообще свой Valorant играть, чего тут сидишь? Там скины, это просто космос. Ну скажите, чат, люк предатель, да? Да это просто... Ну мы говорим про скины. Это просто космос. Это просто космос. Но там их нельзя продавать. Ну да. То есть как бы... В КС-кин в этом плане-то поинтереснее. Ничего себе бизнесмены. Ну. Так, ладно, смотрим. Снова девайсный раунд от Sprout. Как же они будут его разыгрывать? Предыдущий был разыгрыв. Ужасно. Я говорю, Sprout. Бертетт отдают до 11. Забирают. Берут этот, а потом отдают до 11. Понял, фиксируем. Ну смотри, у меня стали, они не позвонили, сказали. Т.Б. пробьем и выиграем. А я вам чё, в чате не предупредил? Блин, сори. Опять ты забыл чат предупредить. Но пока что победа не пахнет. Лаунгс уже забрали. Большинство за интсилио. Мид колл и ротация на б-плент. Так, хорошо. Ну что, полтинник? Надо вместе реализовать ребят. Ой, Кселу, а что такое? А как попасть? Ой, Альфа, а что такое? А как попасть? Готовы, Ритя? Нет. 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 Чё это? Вообще просто АФК люди сели. Безмойников играют. Люди просто МАУС-1 не живут, ты не заметил? Ну. Полтинник? Не, Альфа прожал, но. Один раз попал. Полтинник в роли Рэмбо такой. Раз. Дувай. А там вот эти NPC по деревьям. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Рядом с ним по земле. Пу-пу-пу-пу. Ой-ой-ой-ой. Тут ещё не будет сейва девайсов. Нет, Зефон может, конечно, Касла убить, а ВП засейвить. Касл как бы играет в соло. Но к нему уже направляется полтинник. Полтинник. Нет, Зефон будет сейвить. У него полторы тысячи. Он, в теории, там может кинуть М-ку тиммейту. И при этом всём, у него ещё деньги останутся. Угу. Ну это девятый. Это девятый. А дальше Эко и десятый. Как бы. Не. Ну как бы. Алло. Чудеса на виражах. С кем поговорить по поводу его этой команды? На штурмик. Так. Ну смотрим. Так. У Зефона пять тысяч. Ну вот почему бы ему М-ку не дропнуть тиммейту какому-то, да? И не отогреть Эко двух М-ок. Просто why not? Не знаю. Ну ладно. Видимо, понимают why not только про игроки. Не, я такого не видел никогда. Ну, типа, нет. Нет. Ты ещё зелёненький, Лёв, комментируешь? Не так много. Не, ну это... Я такое видел уже раз десять за свою хайтер-гену. Да, и я приезжаю домой, дамк скачиваю. Понеслась. Так. Польт у нас играет на монстре. Очищение бытовой полтинник снова даст дабл-трипл-кил. Его так и тут пушить на морозе. А он идёт их чекать. Здорово. О, ладно, лаунс повесил. Моники включили. Дали свет? Да, да, да. Решили с Мониками равно сыграть. Ну, Ксел должен умирать. Позиция у него очень опасная. Хотя, можно что-то спину подконтролить. Подкараулить. Ты посмотри, его так-то не ожидают. Ой, какая. Да ты... Доказывает Кселу. Ну, Кселу на этой карте вообще просто, ну, я не знаю. Я не знаю, что мне Кселу сказать. Как бы, этот игрок набил на предыдущей карте 25 флагов, но на данной играет 13-16 и не может убить игрока с одного в руках. Если мне бы закрыть все ники игроков и теги команд, я бы сказал, что мы просто повтор смотрим справа на тилю, ну, когда справа за атаку играли. Понял? Ну, как будто просто заново смотрим. Кстати, да. Нет, такого не может быть, ребят. Ну, типа, нет. Четыре раунда! Четыре раунда? Hello! Честь раунда до того, как ты пойдешь за бритвой. Ну, я вместе с тобой. А теперь кэфчики, друзья, которые уже открыли 1-13. Ну, это наоборот, я думал. Я думаю, наоборот, все равно. Вот так, да, да, да. 1-13 на Спраут и 5-3 на Энсилио. Друзья, не заводит на то, что мы будем не только самые вкусные кэпы для вас, но и 100% бонус на ваш первый депозит по промокоду Freedom. Да, лутайте, наслаждайтесь. Ну, я как бы не отказываюсь. Что, на 1-13 ставим? Да это тотал больше и... Нет, ну все, это Спраут 1-13, конечно. Всем по Оскару и расход. Ладно, это снова девайс. Давайте снова смотрите, что пойдет не так в этом раунде. Почему его програют Спраут? Да, давайте попробуем понять. Но не простить. Не, в чате пожара я предвкушаю, какой будет. Тут под Б, смотри, в этот раз есть молики. В этот раз под Б близкие позиции. Играется планет не в отдачу. Мне это уже нравится. У Лаунгса есть смоук обновить в монстр. Есть молики антираж остановить. Как бы все правильно, все грамотно. Да, у Энсилио все время есть что настянуться, потому что у них есть игрок в туалетах. Там 2 на. Там так просто сейчас люлькера не пропустят. Тем более, что к селлу с авиком. Ну, как бы он должен просто по своей натуре, да, как-то а-дерфить. Потому что снайпер на Ана Овере всегда был кошмар для всех. Хантер уже лаунгс убивает. Дам, дам, дам. Здравствуй, молик под Б. Атираж. Кошка хорошая. Один фраг дал Альфа, тут же погиб. И вот тебе размены в пользу. О, инсилио! Здравствуй, молик, в облаках. Не, я не знаю, что происходит. Зипон говорит, нет, парни. Говорится, вы так просто не будете. Ротация на А пошла, потому что там уже пип зашел. А к селлу, здравствуйте, вообще ничего не считает. Он бежит просто на спакухе. Я не могу. Не, ребят, что это такое? Ну вот поверьте. В инсилио собрались. Я, игрок, с многолетним опытом. Оверпасс любимая карта, миллиард демок на тебя посмотрел. Вот такое. Я понял, я прочитал, что случилось. Просто доехала фура с торнадо к инсилио. А они просто выпили с кельчика, взбодрились и начали тащить. А справа тут уже эффект прошел, свертига. Не, я рад за пацанов в инсилио. Ну, реально рад. Но, в принципе, мне не хочется. Зачем я по... Стой. Получается, я сам говорил, что я никогда не ставлю на справа, что они в блэк-листе у меня, и при этом сразу сделал ставку. Да. А я такой, ну а что, хуже люка, что ли? Получается такая ставка, что, ну, если я выиграю, я ничего не выиграю. Так да? Я просто могу не проиграть вот так, в этом споре. Замечательно, ну вы хотя бы респектно нам за такую ставку сделаете. Готов бриться? Правильно, ты завтра в зеркале увидишь лысый. Я не верю. Ну, кстати, пацаны, если что, не думайте, что люк может не исполнить обещания, потому что он живет с громадейкой и зонером, которые могут просто ночью взять и побрить его. Ну, я-то вам не зонер. А я живу с обсерверами и режиссером нашим, поэтому меня как бы тоже могут, но еще просто подшимок взять и побрить. Я не пустослав, как зонер, так что... Задний дамать мы не намерены. Конечно. Ну, а тем временем пахнет 12-м для НСЛ, потому что здесь эко-раунд. Мы помним, что девайсы, верить, было тяжело, а тут уже эко. Как бы байд в 2000, деглы. Подсадочка позднее. Даже то, что они 12-е дали, ну, в чат, по идее, они должны забирать раунды. Кто тут больше есть, можно забрать. Так. Рай на чат. Дем пошел, кассел забирает лаунгса. Кола на Аплент нет, пока ты на Силе. Ну, и там, посмотри, кассел уже занимает туалет. Ну, я не знаю, кассел, я спрогналю, он даты с ножом не убил. Не убил даты, которые был с ножом. Да. Зато перчатки есть. Одинокс тебе фолтный. Вот так вот. Он убил кассела, окей. Он сделал максимум все, что мог в этой ситуации. Ну, альф хорош. Альф, да, лучше человек может. Сразу чувствуется СНГ им. А вот тебе и альфа. А вот тебе и альфа. Нет, нет, я тебе что сказал. Что вы тут справа не думали? Я это затащу. 15 раунд для спрутов. Нет, я тебе что сказал. Это нотал больше и... Расход. Это он больше расход, ребят, правильно? Классика. То есть 14-1 на овере. Илюк это не почитает. Блин, ну ладно. Тогда в записи пересмотрим, узнаем. Были ли у нас такие счастливчики, поймавшие Кэф на камбэк инсирио. Но мы с тобой получаем те самые чуваки, которые поставили 100 тысяч на 1-0-1. Мы ничего не получаем за это. А если справа проиграют, то придется бриться. Но уже хоть, знаешь, уже 5-5 подопов. Уже не так страшно. Я тебе сразу сказал. Это тот был больше, как классика. Да. Ну и смотри, Силео притихли. Совсем пассивнее стали играть. Да, у Пипа уже не ходит в соло на Б. Не скрывает-то монстр 1-X3. Видно, что немножечко ручки задрожали. Понимают ребята, что один раунд отдадут, и все, и камбэк не состоится. И лучше бы они просто не смотрели на счет И играли как играли до этого Нежели снова так начали ползать Вот сейчас вспоминает Свертига Как ты по их атаке До этого они играли агрессивнее Играли сильнее Да Но тут всего лишь Не знаю, что справа так в 3а любят играть Да, вопрос хороший И б снова в отдачу, видишь? Да, ну тут хотя бы молики у игроков есть Да, этот молик, этот молик пройду Потому что он его, смотри, когда он кидает Когда игроки уже вышли, все Там все прошли его молик Это неправильно, реализация молдов Вдруг, ну ладно, Лангс убил Пипа Загадал в молике Альфа, нужно давать килл Альфа на мосту про него знает Дали ему молик на воду, чтобы он не пикался Ксела убивает Пальтиньо И как будто бы 10 секунд Боба ставится, Боба выбивается И что? И все, это все Нет, Инсилио Я тебе что сказал? Я тебе что сказал? Тоддл больше, как игра Ну просто Ладно, заставили